Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как перестать распугивать женихов? Пишите вы. На мой взгляд, перестать воспринимать их как, собственно, женихов. А воспринимать их все-таки больше как личности, как людей, с которыми у вас может быть что-то общее. Вот. На мой взгляд, это вполне себе хороший и важный момент. Вот. Тому как, если вы воспринимаете мужчин как женихов, то я совершенно не удивлен тому факту, что вы их распугиваете. Потому что ситуация ведь какая? Ситуация довольно плохая здесь. Мужчина может видеть, что вы воспринимаете его как жениха. И, соответственно, ему может это вполне себе не нравится. Вот. Ему может это вполне себе отпугивать. Вот. Поэтому первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это именно на то, чтобы вы перестали воспринимать мужчин как женихов. И больше начали бы воспринимать мужчин как людей. Понимаете, да? Дальше. После развода, 16 лет брака, ну, развод это травма, соответственно, для вас. как сказал вам мой коллега, который еще был Игорь Леонидович. И, соответственно, в разводе есть свои причины, в разводе есть свои основания. Вот. Развод это травма, соответственно, для, ну, для вас. Вот. И необходимо вам это травма проработать. Проработать. Вот. Чтобы она это травма на вас не влияла. Чтобы она не определяла, скажем так, да. Вот. Вашу поведенческую модель, например. Вот. То есть это необходимо. Необходима травма проработать. Иначе будет влиять на вас, иначе это негативно будет на вас влиять. К к сожалению большому. Вот. И хорошего этого ничего не 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 получится. Вот. Дальше. Идем. Хочу новых отношений, если вы. понимаете. То, что вы хотите новых отношений. Конкретно. Мне кажется, что вы этого хотите из некого дефицита. То есть того, что вам чего-то не хватает. Стравить отношения из дефицита не лучшая идея. Потому что как вы рискуете быть зависимым. Зависимый, ну в общем-то достаточно сильно от человека. Соответственно, человек почувствует, что у него над вами есть власть, и вряд ли сможет воспринимать вас так, как вам этого хотелось бы. А именно ценностей. Вот. То есть здесь я бы рекомендовал вам изучить, во-первых, возможную историю. Возможный момент, точнее. Механизмы слияния. То есть изучить просто, что такое слияние. Постарайтесь увидеть, нет ли у вас этот аспект. И потребности. Какой потребности вы хотите из новых отношений? Боюсь, что все будет так же, как было в браке. Да, необходимо. необходимо вам преследовать ваши отношения в браке. Вот. Там лучше, что если этого не сделать, то вы будете, скорее всего, в новых отношениях тоже совершать ошибки. С чего начать? Ну, как я и сказал, начать здесь, ну, не знаю, с психотерапией. Вот. То есть рампов здесь по большому счёту немного. Вот. А дело в том, что если бы вы могли, вы бы справились с бессами, вот, если бы вы могли, вы бы неприятно бы решили проблему. А раз вы говорите, что опугиваете женихов, да, получается, получается, что вы не очень даже формяёте что вы делаете для этого. Что вот, ну, опугиваете женихов. поэтому этот аспект боленовал. Вот, наверное, то, что хотел вам сделать. скрывать. Вот. На данный, на данный момент это всё. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. И, соответственно, что-то менять, если вы хотите. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь на то, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом. Вот. Ну, а мы с радостью вам поможем поможем. Если у вас возникнет такая потребность, если вы готовы на психстрапию. Вот. Готовы ее заняться. Всего вам самого доброго.